Если произошло так, что тебя заколдовали, как его лечить? У нас двумя путями лечится колдовство. Узаконенный вид и запретный вид. Что касается узаконения. Это читать шариатскую руку, считаясь с тремя условиями, которые упомянули выше. Делать дуа. Использовать дозвольные виды лекарства. А мед? Кровоиспускание? Это подобный вид лечения дозволенный. Второй вид лечения. Когда человек лечит колдовство колдовством. Это противоречит Курану и Сунне. И противоречит словам Сунне. Сподвижников и Имамов-ученых. И этим самым ты укрепляешь положение колдуна. И этим самым ослабляешь лечение Кураном. Если у нас перед тобой два вида лечения. Одно лечение стопроцентное тебе дает, а одно только один процент. Есть вероятность лечения. Какой ты возьмешь? Тот, в котором есть стопроцентная гарантия. Поэтому лечение Кураном в нем гарантия стопроцентная. Почему мы оставляем то, в чем есть стопроцентная гарантия? То есть то лечение, в котором есть стопроцентная гарантия. А это лечение Кураном. И мы оставляем то, в чем всего лишь один процент гарантия. А это лечение колдовством. И потом больной, когда опять идет или к какому-то другому, допустим, например, колдуну, чтобы тот вылечил его колдовством. Что делает этот колдун-лечащий? Делает ему новое колдовство. Он, когда пришел, этот больной к этому колдуну, у него была только одна болезнь. Сейчас у него две или больше, одно колдовство. Сейчас у него одно или больше, два или больше колдовства. И этот колдун не может начать лечить этого больного до тех пор, пока этот больной не совершит какой-то ширк в виде жертвоприношения шайтана. Некоторые люди думают, что они заколдованы. То, что в нем джин или что его сглазили. Думают, что что-то с ним произошло. Зачем ты думаешь о такие вещи о себе? Зачем тебе так думать? У тебя есть шариатская рухья, поэтому используй ее, если даже ты этому верен. Мало этого, даже те, которые делают рухья в соответствии с шарианом, не ходи к ним. Почему? Потому что это лишает тебя упования Всевышнего Аллаха Суббаната. Аллаху Аля.